Друзья, привет! Меня зовут Юля, и мы на моем кулинарном лайфстайл-канале Сладкий Персик. И сегодня мы с вами поговорим о подарках. Скоро 23 февраля, 8 марта, мы будем сами дарить и получать подарки. И я бы хотела рассказать о том, как правильно это делать, как правильно подарить подарок и выбрать его, чтобы человек обрадовался, чтобы ему было приятно. Я, конечно, не гуру подарков, не какой-то коуч, не продаю курса, но сама дарила и сама же получала подарки. И за это время у меня сформировались принципы, которыми я хочу с вами поделиться. Возможно, они вам тоже понравятся, и вы будете ими руководствоваться всегда перед всеми праздниками. И первое, самое важное правило, как я считаю, нужно у человека спросить, а что ты хочешь получить в подарок. Прямо подойти и спросить или написать ему буквами в соцсети, в смс, позвонить по телефону, в общем, узнать прям словами, задать прямой вопрос. Что ты хочешь получить на такой-то праздник, на день рождения, на 8 марта, на Новый год? Это вообще беспроигрышный вариант. Человек может сначала там засмущаться, сказать ничего не нужно, но если вы будете настаивать на своем и скажете, ну как я там приду на твой юбилей без подарка, он вам все равно ответит то, что он реально хочет получить. Возможно, этот способ вам покажется банальным, и кто так делает, кто хочет уже доставить удовольствие, но поверьте, вы доставите намного больше положительных эмоций, удовольствия и пользы, если вы подарите вещь, которая реально нужна человеку. Он будет ей пользоваться, вспоминать о вас, она будет ему полезна, и это намного лучше каких-то таких странных подарков, с которыми мы в 50, наверное, даже не в 50, 90% случаев не угадываем. Не нужно никогда дарить то, что кажется вам полезным, нужно дарить то, что реально нужно человеку, а для этого нужно спросить. Почему это важно не только для человека, которому вы дарите подарок, кстати, мы разобрались, ему будет точно приятно, полезно, он будет рада именно это получить. Почему это еще важно для вас? Вы экономите свое время, драгоценное, вы не ломаете голову, что же ему подарить, вы не спрашиваете у других людей, его близких, или если это ваш друг, общих друзей, что же мы подарим с тобой Коле, давай подумаем. Вы экономите время, и вы экономите свои деньги, потому что вы можете купить подарок, не спросив человека, и он ему не понравится. Он его может положить на полку, кому-то отдать, или даже передарить вам же потом на какой-то другой праздник, такие случаи тоже есть, они реально были в жизни. И вы, получается, потратили свои деньги, свое время, и подарили человеку то, что ему совсем не нужно. Поэтому еще раз повторяю, спросите. Если по каким-то причинам вы не можете спросить у вашего близкого или там неблизкого коллеги, в общем, у человека, про то, что ему нужно, что он хочет получить на определенный праздник, дарите деньги. Это тоже очень банально, но это работает всегда. Деньги любят все, они нужны всем. На деньги мы можем купить то, что нам точно нужно. Например, я всегда прошу своих родителей, если они хотят что-то подарить, дарить деньгами, чтобы мне на самом деле это понравилось, и я бы потратила их на то, что я хочу в данный момент. Даже если вам кажется, что человеку, которому вы готовите подарок, не нужны деньги, у него и так их много, у него большой достаток, большой доход, у него все есть, поверьте, он найдет, куда потратить подаренные деньги, и сделает это с большим удовольствием. Получается, вы тоже не будете заморачиваться с поиском подарка, сэкономите свои нервы, возможно, деньги, потому что подарок может стоить даже дороже, чем вы можете деньгами подарить, вам придется там скидываться с кем-то. И человеку это доставит радость. Если же и первый, и второй пункт вам не подходят, то есть вы не можете никак узнать от человека, что он хочет получить подарок, а и деньгами дарить подарок вы по разным причинам тоже не хотите, есть третий вариант. Нам нужно отталкиваться от увлечений и интересов другого человека. Повторюсь, не от ваших увлечений, не от ваших интересов, а от того, что нравится ему. И здесь может быть два варианта. Если вы узнали или и так прекрасно знаете, чем увлекается человек в данный момент времени, что ему интересно, где у него есть хобби, каким спортом он занимается, или там он, может быть, любит читать книжки, ходить на йогу, плавать в бассейне, в общем, тут вариантов много. Здесь есть два варианта. Подарок может быть или полезным, или, как я его называю, топовым. Что это такое? Полезный подарок. Ну, вот представьте, у вашего мужа есть машина, он ее любит, он за ней ухаживает. Каждый, допустим, месяц возит ее на какую-то там специальную полную мойку, которая стоит там тысячу или две или три тысячи рублей. Такие мойки тоже есть. И он стабильно это делает каждый месяц. Вы точно попадете в цель, если вы подарите ему сертификат на эту мойку, потому что он и так туда с удовольствием катается, просто в следующий раз он поедет туда за ваши, грубо говоря, за ваши деньги. Ну, так и есть. Либо топовый подарок в этой же сфере. Если ваш муж обожает свою машину, за ней ухаживает, вы можете подарить ему что-то такое, что он сам бы хотел купить, но он этого не делает по разным причинам. Ему жалко денег, жалко времени. Или там он до сих пор думает, все собирается, никак не соберется. Ну, например, если там заклеить фары пленкой, это стоит, ну, это зависит от машины, но это стоит дороже, чем мойка. И обычно люди, которые очень любят ухаживать за своими автомобилями, они будут точно рады вот такому подарку. Но сами они себе его дарят почему-то редко. Или приведу пример с футбола. Ваш, допустим, сын, да, не обязательно муж, мы же сыновьям тоже дарим подарки. Сын занимается футболом, и он там ходит на тренировки 3-4 раза в неделю, он покупает спортивную форму, мячи, там какие-то щитки, вот это вот все, носки, и специальный гольф, они, кстати, дорогие, вы точно не ошибетесь с подарком, если вы подарите ему что-то вот из этого списка. Например, новый футбольный мяч, или какие-то классные, фирменные, хорошие, качественные, там, шорты для футбола. То есть он их точно будет носить, он их и так купит, но если вам подарить, он будет рад. Здесь важно знать тоже предпочтение вашего сына, чтобы там не ошибиться с производителем, с цветом, с размером и так далее. Либо, если мы говорим про топовый подарок, вы можете подарить ему мастер-класс какого-то крутейшего там в вашем регионе тренера, которым он мечтает, но сам до него никак не дойдет, боится или откладывает, или тоже не хватает финансов. Вы поняли разницу между полезным подарком и топовым из одной и той же сферы, они всегда будут приносить радость. И четвертый вариант подарка, расскажу его именно здесь, поймете почему, если человек чем-то любит пользоваться, например... Вот это моя зайка, иди отсюда. И четвертый вариант подарка, это подарок рестайлинг или подарок обновления, называйте так, как вам больше нравится. Ну, например, ваш отец постоянно пользуется какой-то электрической бритвой, которой уже лет 300, ну, ладно, 10. Он делает это там каждый день или через день, и на нее смотреть уже реально страшно. Вы можете со спокойной душой подарить ему новую. Или, например, с машиной. Если ваш парень или муж пользуется каким-то там держателем для телефона, или какими-то чехлами в машину, тоже постоянно, они ему очень нравятся, но уже потеряли свой первоначальный вид, смело дарите новое, это тоже будет всегда приятно и принесет радость. И здесь я обращаю ваше внимание на так называемые универсальные подарки, которые обычно говорят, что они подходят всем. Ну, например, там сертификат в спа или сеанс массажа, или еще что-то такое, которое, кажется, доставит радость любому человеку, который получит этот сертификат. На самом деле здесь нужно быть очень осторожными. Человек может не любить спа вообще, ну вот вообще. Или ему по каким-то медицинским показаниям нельзя туда идти, и ваш подарок, ну вот, вообще будет абсолютно мимо, он, скорее всего, сертификат кому-то передает. Например, мне сейчас нельзя ходить на массаж ни на какой, кроме там определенного медицинского по показаниям своего остеохондроза. В общем, если я пойду на массаж, я пойду только к одному грамотному специалисту. Ни в коем случае не буду делать массаж в каких-то салонах, пусть даже в самых-самых классных. Я побоюсь, это не для меня, я лучше там делаю что-то другое. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. И универсальные подарки все равно должны быть как-то сплетены с увлечениями человека, которому подарок этот покупаем. И в конце расскажу вам свою личную историю, почему я так заморачиваюсь с подарками. Ну, мне хочется дарить радость своим близким, и мы всегда с мужем выбираем подарки очень тщательно. Спрашиваем, узнаем, что может понравиться человеку, который этот подарок получает. Например, мы дарили одной из наших мам сертификат. Это ошибка, кстати. Здесь не все про плюсы и про минусы. Одной из мам мы дарили сертификат на косметику в одном магазине, в который она ходит сама, постоянно там покупает себя. Вещи. Мы подарили сертификат, и потом узнали, что она на этот сертификат купила что-то там папе, то есть своему мужу. То есть не себе, а другому человеку. С тех пор мы решили, что сертификаты ей вообще не катят. Мы ей будем дарить прям вот персонализированные подарки. Прям вот себе, на тебе крем, там, какой ты хочешь, и мажешься. Потому что женский крем на мужчину намазать уже будет проблематичнее, чем купить ему какой-то товар по сертификатам. И вторая история. Это уже подарок дарили нам. Моя мама, это было несколько лет назад, спросила, что мне нужно подарить на день рождения. Я сказала, там, можно деньгами, можно ничего, вообще мы не отмечаем, как хотите. Она настаивала то, что мы все равно подарим тебе подарок. Я говорю, окей, у нас старое постельное белье, я хочу новое, но мне важно, чтобы оно было однотонное. У меня все равно, сколько он там будет бренда, сколько он будет стоить. Мне нужно однотонное, просто там серое, белое, коричневое, вообще без рисунков, без цветочков, ни в коем случае не яркое. И что вы думаете? Она дарит мне белье ярко-розового цвета с лебедями. Там реально лебеди, там реально вот такие вот зеленые цветы, но вот цвета вот такого, просто вот такого, да. И, мало того, оно не по размеру на мою кровать, то есть оно маленькое. Я подсилю простынку, у меня остается вот столько еще места, ну, матрас голый. Получается, человек потратил деньги, потратил силы, выбирал и подарил то, что мне даже при возможности не нужно, потому что на кровать просто больше. Поэтому будьте очень внимательны при выборе подарков. Я вам желаю найти для себя принципы, возможно, вам какие-то мои понравятся, и дарить радость тем, кому вы эти подарки адресуете. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Кстати, мужчина тоже любит готовить, например, мой муж это делать обожает. И я собрала на своем канале в одной статье весь список товаров, которым я пользуюсь на кухне. Он очень классный, основан на моем личном опыте. Ссылку на статью оставлю в этом видео, в описании. Обязательно заходите и посмотрите.